Буквально на днях я снимал и выкладывал видео про показания и линейность индикаторов ALS и ксв в трансивере 991 вот честно говоря забыл про немаловажный фактор то есть говорил что мощность падает вот но не показал как то есть забыл что есть индикатор выходной мощности вот давайте еще раз все померяем и посмотрим что происходит значит что сейчас буду делать в трансивере сейчас выставлен 40 ватт на выходе сейчас я пробегусь по частоте значит в режиме fast то есть быстрый перестойка частоты посмотрим на какой частоте начнет падать выходная мощность перейдем в режим ALS посмотрим что там происходит когда падает мощность вот и естественно посмотрим ксв то есть все можно в принципе мерить значит так нажимаем на передачу и бежим по частоте вверх так сейчас у нас кстати на индикаторе видно 40 ватт так убежали вверх смотрим когда у нас будет падать мощность на трансивере так то есть вот мощность стала падать по идее ALS у нас в этом промежутке срабатывает так сейчас мы посмотрим точно когда начинает работать так 152 где-то переходим в режим ALS и смотрим что происходит здесь то есть по идее где-то здесь тоже должна быть сработка этой системы так сейчас пока 7 не работает то есть индикатор полный идем по частоте то есть мощность стала падать ALS почему-то еще не реагирует вот стала реагировать только на частоте 154 так уже не соответственно давайте пойдем в режим ксв помню да на 152 у нас как бы мощность стала падать 152 153 так вот 154 действительно у нас ксв огромная опускаемся на 152 да где-то в этом режиме то есть в принципе худо-бедно у нас эти показатели сходятся худо-бедно вот конечно непонятно почему ALS было на месте а мощность уже стала падать вот должно быть немножко наоборот сначала реагирует ALS а потом уже сразу начинает падать может вот как то так то есть в принципе все индикаторы как бы связаны между собой и это заметно вот но есть конечно я не знаю значительной погрешности вот все спасибо